сегодня мы будем с вами готовить курицу очень интересное вкусное блюдо с овощами будем с грибами делать все это будет заливаться сливками в принципе можно это блюдо есть самостоятельно но можно также для мужчин например им более хочется сытной еды отварить рис и подать с рисом можно и наверное с макаронами каким-нибудь типа спиралек я хочу что еще сказать приготовить этот рецепт меня вот я была на рынке и увидела великолепную цветную и брокколи вот такой смотрите как великолепные и ведь это все выращено у нас россию можем же есть хотим до юшкоролинская продукция очень много хороших овощей привезла великолепные баклажаны и все это так дешево все это так доступно настолько это все вкусно я очень хочу чтоб так и было чтоб я приходила на рынок и покупала свои овощи чтобы это было российского производства вот смотря на такие красивые качиночки я захотела вспомнила один рецепт это скорее такая соус для пасты наверно даже но в принципе он очень сытный и может пойти как еще раз скажу как самостоятельное блюдо а вы уже смотрите будете вы подавать его с гарниром или просто так будете кушать нам понадобится брокколи вот такой качанчик в принципе можно взять и замороженный если вы живете в каком-то регионе у вас нет и таких вот рынки свежих вы можете взять и замороженным конечно сейчас осень и хочется попробовать вот и свежих таких вот овощей нам понадобится луковица грибочки у меня шампиньоны ну как то вот люблю я люблю очень у меня сейчас данном в холодильнике лежат и белые грибы замороженные есть которые из леса принесли там по березовике но люблю я это с картошечкой лапши какой-нибудь грибной суп сварить вот в таких вот соусах где сливки но все-таки я предпочитаю шампиньоны нам понадобится кусок сыра сливки сливки у меня десятипроцентные принципе этот рецепт идут густые такие 20 процентные хотя бы сливки но рецепт есть рецепт я могу его переделывать под себя я люблю не очень жирные вот такие тоже российского производства улабоцкая живу я в нижегородской области в нижнем украде у нас замечательная своя продукция хотела купить свои сливки шахунские очень хорошие у нас есть но и почему-то не было вот и купила у нас вот есть такие сейчас местечки где можно купить волоконскую продукцию очень тоже хорошую так ну сама улица нам нужно принципе вот у меня курс такой вот филе большое и так как всего много я подумал что хватит вот такого кусочка одного отрезала другой куда-нибудь еще у нас пойдет нам нужна большая сковородка и растительное масло если есть олевка вы используете олевка у меня будет простое подсолнечное ну все давайте готовить для начала мы нарежем курицу сковородка я поставила включила на средний огонь чтобы она разогревалась налила туда растительное масло можно порезать кубиками можно порезать такими вот я вот наверное порезу таким как это сказать кусочками таким продолговатыми чтобы курочку получше чувствовать можем порезать произвольно как вам нравится масло сейчас разогреется пока мы режем и мы это все с вами обжарим ворот у нас хорошо нагрелась мы немножко с вами ее посолим много солить не надо мы потом еще будем досоливать с вами соус досоливать курочка должна у нас слегка зарумяниться так что вот где-то минут 5 мы с вами ее обжарим наша курочка зарумянилась и мы с вами ее уберем пока в чашку и отложим в сторону пока у меня курочка жарилась я почистила и порезала лук и сейчас мы его с вами туда отправим у нас будет жариться с вами лучок я не сказала но я знаю еще вот дольку чеснока и сейчас я прям туда натру на мелкой терочке мне больше нравится чеснок просто вот так на терке натирать чем далекий его делать и немножечко с вами лучок прожарим пока он у нас будет жариться мы порежем с вами грибочки грибы я просто разрезу пополам и разрежу вот на такие пластиночки я люблю когда грибы крупные довольно-таки их хорошо видно и они чувствуются вообще люблю шампиньоны и грибы ну и так порежем все грибы как только лук немножко у нас с вами протушится станет мягким зарумянивать его не надо мы сразу отправим с вами туда грибы и тоже с вами обжарим вот в случае с грибами солить их не нужно так как они делаются водянистами с солью мы просто их обжарим с вами и все вот это с вами все обжарим пока грибы наши жарятся займемся нашей великолепной бурокколи и нужно немножечко отварить просто ее отрежем от стебля маленькие кочелынышечки нам нужны вот кочелочки листики уберем нарежем так как нам надо сильно уменьшить не надо ну это конечно любителя я люблю когда капусточка все-таки чувствуется вот этих стебелечков жестких мы это все сделали разрежем так как нам нравится я как-то вот так пополам кочанчики режу чтобы они проварились побыстрее пополам так листочку берем все вода закипит я ее посолила и буквально 3-5 минут мы ее проварим брокколи у нас сварилась к грибам я положила наши кусочки курочки и сейчас сюда же я положу нашу брокколи и теперь это все хорошо нам надо приправить во-первых мы заливаем это с вами сливками и добавляем все специи которые вам больше нравятся я люблю курицу добавлять куркуму я добавлю острый перчик и сушеные крапки также добавлю черный перчик мне нравится как он пахнет тихонечко с вами все перемешиваем и немножко еще с вами это надо нам посолить так как мы не солили с вами грибы солить много конечно не надо сейчас потому что у нас еще с вами будет сыр ну вот сейчас это у нас с вами закипит мы поставим с вами это все тушится на прямо на слабеньком огне а сами с вами натрем сыр половина кусочка сыра я и стерла сейчас прямо вот добавлю сюда чтобы он загустил соус половина сыра мы уже на готовое блюдо с вами добавим зелень и еще с вами в принципе у нас все с вами готово курица жареная капуста у нас готова грибы готовы сейчас это только все загустеет благодаря сливкам и сыру все вкусы и ароматы соединятся так что давайте с вами подождем 5 минут пусть это покипит на таком среднем ближе к маленькому огню по мне это все готово попробуйте кусок курицы он должен быть не сухой вот не пересушивайте он такой вот нежным должен быть чтобы вам все нравилось чтобы соли хватало потому что вот на этом этапе можно добавить немножко соли еще но в принципе меня вот все устраивает ну вот такая шикарная курочка у нас с овощами и в сливочном соусе получилась нам нужно только на мелкой терочке натереть сыр сколько хотите столько и трите вот можно еще потом порционно натереть в каждую тарелку когда будете ложить но напоминаю что это можно использовать как и самостоятельное блюдо можно отварить рис можно отварить макароны и подавать уже с гарниром такое блюдо пробуйте очень вкусно очень сытно курица получается очень нежная великолепные брокколи даже те люди я знаю которые брокколи вообще не любят но в этом рецепте приготовленные именно так они едят с удовольствием я многих людей таких знаю так что приятного всем аппетита не забудьте подписаться на канал так вас ждут еще новые рецепты пока пока